Работа семинара началась прямо в фае-лицее, где развернулась своеобразная ярмарка научных достижений учеников и педагогов в области естественных и физико-математических наук. Ребята подготовили удивительные проекты и устроили стендовую презентацию докладов и исследовательских работ на самые разнообразные темы. Ну, например, электрогорск в цифрах, исследование качества меда или как анализ состава почвы пришкольного участка поможет при выборе растений для его озеленения. Мы много проектов делали. В данном случае мы представляем проект, получается, например, этот проект, он рассказывает о том, как правильно выбирать телефон и на что обращают внимание дети при выборе телефонов, а на что нужно обращать внимание. В данном случае мы можем померить уровень магнитного полина, который излучается вашим телефоном, выяснить, например, какие у вас, например, телефоны вредные или безвредные. И вот такие вот работы мы постоянно, например, допустим, делаем. Каждый педагог стремится привить ученикам любовь к учебе, к своему предмету, тягу к знаниям, раскрыть и развить тот огромный потенциал, которым обладает любой ребенок. И при этом хорошо владеть учебным материалом и творчески подходить к каждому уроку. Накапливать опыт очень нужно. И поверьте, вот сейчас действительно, поверьте нам, что это учреждение, в котором вы сегодня находитесь, имеет большой опыт не только в преподавании физики, математики, естественно, научной, но и русского языка, литературы и других предметов. Но так как они накапливают опыт, это нужно, а важно еще и не делиться. И хочу тоже вот в большой плюс поставить лицею, ну, как и многие в нашем школе, в нашем городе, мы все-таки лицей. И это то учреждение, которое всегда готово делиться своим опытом. И сегодняшний семинар стал тому подтверждением. При этом план семинара был согласован деканом физико-математического факультета Государственного гуманитарно-технического университета города Орехово-Зуево. Именно на этот факультет с успехом после окончания школы поступают выпускники лицея. Первый раз приехали на лицей с мастер-классами по подготовке к ЕГЭ по математике и по физике. Беседуя с моими педагогами, они подошли ко мне и сказали, Наталья Александровна, шикарные дети, мы даже не знаем, чему их еще можно научить. То есть уровень подготовки физико-математических классов, с которыми мы непосредственно работали в лицее, очень высокий. И я хочу сказать благодарность учителям и руководителям учреждения, что на это обращается действительно большое внимание. Но наши педагоги тоже говорят, что если эти дети так хорошо подготовлены, возможно их уже включать в студенческую науку. То есть науку более высокого уровня, где они могут реализовать свои проекты, реализовать свои знания. И, конечно, мы надеемся, что такие сильные ребята, хорошие, воспитанные, которых мы сегодня встречали внизу, да, они будут поступать к нам в университет, на наш факультет. Учебные стандарты меняются. Они требуют непрерывного повышения уровня мастерства педагогов. Вся система образования, подход к образованию детей, он меняется. И образование уже, как сейчас есть такое выражение, говорит, с пеленок. То есть образование с пеленок. И, конечно, подготовка уже к получению будущей профессии, к сфере интересов, да, которые у ребенка, где он может проявить свою способность, они, конечно, уже закладываются именно с детского сада. Если не сказать там раньше, да, с яслей. То есть и преемственность детский сад, начальная школа, средняя школа, колледж и вуз, да, эта линейка сейчас в образовании, конечно же, прослеживается. И если сказать правильно, то образование уже нужно начинать чем раньше, тем лучше. Особенно, если это математическое образование, если это физико-математическое образование, образование по предметам естественно-научного цикла. Через накопление инновационных разработок и распространение передовых педагогических идей, через организацию системы работ по самообразованию и обмену опытом, через участие в мастер-классах, круглых столах, семинарах, педагоги ищут новые подходы ко всем этапам образования. Все мы знаем, что одним из направлений, да, сегодня серьезнейших является подготовка к ЕГЭ. И преподаватели нашей кафедры проводят для учащихся в лицее мастер-классах по физике и математике вот именно по подготовке ЕГЭ, по решению сложных задач ЕГЭ. Сегодня мы, как педагоги и учащиеся в лицее, тоже познакомимся с двумя мастер-классами. Один по физике будет сегодня проводить Алия Владимировича, второй по математике будет проводить Елена Николаевна. Я приглашаю всех поучаствовать, потому что, ну, ЕГЭ, да, тот момент, от которого мы сегодня отказаться не можем, да, и усложняется с каждым годом к нам требования, к учащимся требования. Именно такие семинары дают возможность учителям совершенствовать те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения, помогают научить их самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к предмету.